Всем привет, с вами Priya. Недавно начал играть в специализации льда, отнесся к ней более серьезно из-за смены гильдии и пришлось несколько поработать над своим персонажем касательно наибольшего дпс, ротации и всего прочего. В текущий момент я имею 965 эквип и весьма неплохой дпс для своего эквипа. Конечно же в этом мне помогли и люди хорошие и программы различные, которыми они снабдили меня. Итак, начнем же. Сегодня мы будем рассматривать несколько аддонов и несколько сайтов, которые реально помогут нам в одевании своего персонажа. Отнеситесь к этому серьезно и подготовьтесь слушать большой объем различной информации. Я постараюсь не устать и сделаю так, чтобы мой голос особо не просадился к концу видосика и ничего не случилось с OBS, программой, на которую я все это дело записываю, через которую я стримлю. Начнем же. Итак, есть аддон, называется Pawn. В него вписываются различные значения, конкретно значения приоритетов характеристик, которые нам нужны для повышения дпс при текущей нашей экипировке. Насколько я правильно понимаю, те цифры, которые указаны после характеристики, это то количество дпс плюсом, которое мы получаем при получении одного очка этой характеристики. К примеру, 375 очков скорости это 43, почти 43, умножить на 375, к примеру. Но, как мы прекрасно знаем, статы имеют такое чудесное свойство, как diminishing, и за каждое последующее очко мы получаем все более меньший и меньший процент. Поэтому актуальность может падать. В связи с этим, после каждой смены вещицы, нужно перестраивать эти значения. Итак, где же можно взять эти значения? Если вы пользуетесь Дискордом, то в различных Дискорд-каналах в текущий момент присутствуют вкладки Raid Bots. К примеру, у меня мои основные персонажи это только Воин и Рыцарь Смерти. И поэтому я создаю только в Дискорде Воинов и в Дискорде Рыцарь Смерти. Дискорд Воинов называется Небесная Цитадель, в нем есть вкладка Raid Bots. И написав туда самую обычную команду, мы получаем значения для этого аддона. И, конечно же, в Дискорде Рыцарь Смерти, Акерус Черный Оплод, аналогично есть комната Raid Bots. В нее заходите, вписываете определенную команду и эти значения вам показываются. Я думаю, в других Дискордах это дело аналогично есть и аналогично можно все это извлечь. Команду эту я оставлю в описании к ролику. Дискорда уж, я думаю, найдете прекрасно сами. Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Ну а если вы там за охотников, за магов играете, то, конечно же, лучше присоединяться к своим Дискордам с целью того, чтобы узнать какие-нибудь там псевдогайдики на свой класс, пообщаться с различными личностями и узнать что-то интересненькое. С помощью этого аддона при установке его появляются стрелочки над вещицами, которые улучшат вас, и появится дополнительная строка. То есть без настройки, к примеру, вот этой вот, у меня писало бы просто то, что кровь 10% улучшение, для специализации льда 11% улучшение, для нечестивости 20% улучшение. Скажем так, это стандартные проценты, которые относительно шаблонны, но нас-то интересуют особые проценты, с особыми значениями. И если по шаблонному значению эти плечи улучшают мои статы на 11%, то конкретно уже по новым значениям при моем текущем экипированном шмоте 17%. Ну тут вот 7%, да? То есть что-то плюсиком так придумать можно, но это не повод разбивать сет куски. Сейчас мы это дело рассмотрим еще повнимательнее на самом деле в различных приложениях. Итак, есть еще один замечательный аддон, называется SimulationCraft. Итак, наша задача ввести в чат самую обычную команду. Sim, S, мы получаем текст. Название аддона, класс, ник, уровень, раса, регион, сервер, роль, DPSR, профессии, набор талантов взятый, специализация, артефакт, его релики, тигель, курсаебл, шмот, его ID, его энчанты, его различные бонусы от камней, чарки, прочее. Также вещи в сумках. Это тоже сейчас пригодится, я все расскажу об этом. Даже зеленый новогодний колпак учитывает, который теоретически бесполезен, но он его учитывает. То есть, это особый код, который нам надо копировать. Сейчас я еще раз их введу. Нажимаем Ctrl-C, нажимаем ОК. И очень много вопросов у людей возникает по типу такого, что Макс, мы дропнули шмотку, там тринкету какую-то, еще что-то, на мага. А мы, говорит, не знаем, лучше ли она, чем 910-й, нестабильный чародейский кристалл, или хуже. Я что, знаю, что ли? Я же не играю за мага. Поэтому, скачав этот аддон и сделав сейчас все правильно, как я покажу, можно решить эту проблему раз и навсегда. Ну что, переходим в окно браузера. Собственно, перед нами сайт raidbots.com, вкладка SimBot. Нажимаем на нее. И в этой вкладке я буду рассматривать топ-гир. Ну, начнем, получается, с самой первой. Самая первая вкладка — это QuickSim, показывающая, сколько DPS по версии всех этих анализов, скажем так, по версии SimDPS, по версии raidbots, должен выдавать наш персонаж в соло-цель. Мы можем выбрать тут количество целей. Также можем выбрать длину боя, как вариант. Сейчас очень актуально использование пантеоновских тринкетов, как эпических, к примеру, на Рыцаре Смерти, это Отвага Казгорода, так и легендарных по типу ведения Амантула. И те, у кого есть эти аксессуары, не стесняются надевать их в текущий момент. Если вы играете, допустим, с первой недели, то они у вас уже 990, и они очень сильно разгоняют ДПС. Можно также учитывать бонусы вторичного прока, тот, который написан в самом низу, который срабатывает еще чаще при большем количестве людей в рейде с аналогичными аксессуарами. То есть, к примеру, если выбрать число 30, то это означает то, что у всех участников рейда в героическом и нормальном режиме сложности присутствует этот аксессуар. И проки там будут просто запредельные, а следовательно и ДПС с этого повышается, и ДПС по версии сайта с этого повышается. То есть это очень классная вещь. Так как я не использую пантеоновский тринкет, у меня его просто-напросто нет, что, в принципе, печально. Я просто нажимаю ранку XSIM, и сейчас весь этот сайт покажет, сколько я выдаю по своему таргету в течение 5 минут. Проведется 10 тысяч операций, 10 тысяч псевдобоев, и пройдет этот анализ. В принципе, это делается быстро. Тут есть как платная подписка, так и бесплатная подписка. С бесплатной, конечно же, все это дело идет дольше на самом деле. Что мы видим? 964-й фрост с 997-м уровнем артефакта, двумя легендарками, таким набором талантов. 2 123 000 с половиной ТПС по версии сим-бота. Идем дальше. Дальше топ-гир. Ну, это, собственно, копирование того набора текста с зеленым новогодним колпаком именно сюда. Мы это дело копируем и отлистываем вниз. Что у нас здесь есть? Здесь у нас на самом деле все просто. Мы можем выбрать тот шмот, по которому он будет анализировать и создавать какую-то псевдоверсию самого лучшего набора для нас вещей. Вот эти приписки 20-21 это сетовые вещи. Ну, что я хочу прокликать? Я хочу проанализировать аксессуары. В каких аксессуарах, к примеру, у меня там будет побольше ДПСа. То есть будем сравнивать клык, ок властности. Обмазанную скверной машинку, по-моему, так она правильно называется. 935-ю урну. 910-й кристалл, конечно же. Также 910-й талисман хаоса. Он недавно упал мне с аргунита. Жаль, что 910-й на самом деле. Колечко уже нельзя, потому что за 300 тысяч берется, скажем так, 30 герсетов. А с кольцом и таким обширным набором тринкетов получается еще плюс 30. И все это дело очень сильно повышается. И в итоге, ну, просто все это дело отклоняется. И невозможно к аналитике, скажем так. Ну а что еще можно как вариант придумать? Многие эти ни к чему. А их если сравнивать, то это при разбитии только Т-20. Ну и все, можно и так запустить, в принципе, почему бы и нет. Ну и также, если вы сравниваете большое количество ожерелий, каких-либо плащей и колечек, то обязательно нужно здесь все это дело прокликать и поставить тот набор чарки, которую вы собираетесь использовать на это колечко, чтобы результат был верным. Вот так вот. Ну и тут написано то, что люди, задонатившие в этот сайт, купившие там подписку или что у них тут, я даже не знаю, не интересовался, не имеют лимита на сравнение. Ну что ж, а мы ждем. Но пока что перейдем к следующей вкладке, чтобы это дело не ждать. Следующая вкладка крайне проста, это как раз таки сравнение шмота. Даже того, которого у нас в принципе нету. Воспринимается только шмот, который написан по-английски. То есть если вы начнете писать по-русски, к примеру, нестабильный через кристалл, его просто нету. Нужно писать весьма замудренно. Как он? Unstable, по-моему. Ой, чихну сейчас. Или не чихну, но если что, готовьтесь. Итак. Или амонтула вообще сразу взять? Да, возьмем амонтула. Амонтул, Vision. Заместо первого тринкета или заместо второго тринкета. Все это дело выбирается и просматривается. Также мы сделаем вот так вот. Возьмем, к примеру, заместо второго тринкета. Что еще можно сделать как вариант? Сейчас я что-нибудь напихаю, сейчас весело будет. Нужно же полностью показать функции. К примеру, на мне экипирован на текущий момент 910 кристалл. А я вот возьму и сделаю вот так вот. А еще возьму и второй итем к этому делу сделаю. К примеру, амонтул. Поставлю на слот второго аксессуара. Почему бы и нет? Нажимаем Save Gearset, Save Gearset и Save Gearset. Аксессуары сравнивают с самым нормальным темным, потому что с ними вечно какая-либо неопределенность. Compare Items. Аналогично ждем. Переходим к следующей вкладке. Следующая вкладка... А следующая вкладка по факту это та, что я говорил о использовании Discord. Скорее всего, с поиском веса стат, скажем так. Посмотрим на самом деле. Я ее не использовал ни разу. Едем дальше. Advanced. Ну-ка, копернем. Все это наше дело. И что? Хорошо. Ладно, вернемся к нашим различным вкладкам. Эта вкладка уже нами изучена, мы ее закроем. Эта вкладка с топом DPS. С нашими аксессуарами сравнениями. Итак. Топ-связка аксессуаров, конечно же, экипированная на мне. Это Crystal плюс Клык. Топ-два... Все, уже. Уже все. Слишком много слов мною сказано за короткий промежуток времени. Топ-два связка. Это Око-властности 940 и Клык 960. Далее Око плюс Кристалл. Далее Машинка плюс Клык. Урна плюс Клык. Ну и, короче, все хуже, хуже, хуже и хуже. То есть Талисман Хауса, как мы видим, с использованием Клыка дает на 2% меньше. 1,7. Ага. Интересно, кстати. Так. И... На 40, на 37 тысяч ДПСа меньше. Поэтому Талисман Хауса для меня не актуален, увы, на самом деле. Ну и также из-за этого можно проанализировать, что 910 Талисман Хауса на 37 тысяч ДПСа меньше, чем 910 Талисман Хауса продавать. Окей. Идем дальше. Надеюсь, там уже следующая вкладка проанализировалась. Угу. А это вкладка с нашими чудесными аксессуарами, те, которые я сравнивал. Итак. Мой текущий ДПС 2,123,5. И если мне упадет введение Амантула, и я заменю Клык 960, то ДПС вырастет на 2,5%. На... получается... 53 тысячи. 52,5. А если я заменю 910 Кристалл на тысячные введения Амантула, и оставлю при этом 960 Клык, то еще от этого сверху на 12 тысяч. Почти на 13 даже. Еще лучше. Если же я получу 985 Кристалл и тысячные введения Амантула, то с первоначальной цифры все это дело вырастет на 5%, а в общем на 106 тысяч 369 урона. Классно. Закрываем эту вкладку и изучаем дальше. Вес стат. Вот он. А вот в паун его можно вписать. Кстати. Надо переписать его. На самом-то деле. Потому что тот, который указан у меня, он уже неверный из-за смены клыка. Закрываем. А это что такое? Что-то, наверное, не то сделал. Не особо я в этом шарю. То есть это получается... Не знаю, что-то я не понял насчет конкретно этой вкладки. А, ну и есть еще одна. Relic Compare. В нее мы можем внести различные реликвии, которые нам интересны. К примеру, вот это мои реликвии текущие. Как я правильно понимаю, второй и третий тир не учитывается. Но что мы можем сделать? Мы можем найти топовые для нас реликвии и проанализировать вместе с ними. И посмотреть, что из этого в итоге выйдет. Я уже делал. Эта операция весьма долгая. На самом деле. Хорошо, что я сделал скринчик. И этот скринчик я сейчас вам покажу. Так, открыть оригинал. Угу. Качество маленькое. Не особо классное, но все же. Вот, получается, мои реликвии. Это еще до дропа клыка было. То есть, примерно дня 4 или 5 назад. Первая реликвия 960-я с ее английским названием. Это лед с Кавеншавар. Получается, вторая полоса это Хаотический мрак. Третья полоса это Амбидекстрия. Потом вторая реликвия это Тьма с Аргусом. Второй прок это Темный Скорбь. Третий прок это Мокрое Место. И 985-я реликвия. Третья. Это лед, который увеличивает дамаг отвоющего ветра с Аргуса. Героическая кованность стану и мне повезло. Клип с дропом есть в ВК группе. И на Твиче есть команда. Восклицательный знак 985. Можете набрать ее и узреть сие дроп. Также повышение универсальности на 1500 во время прока согласованности. Ну и Мокрое Место это увеличение дамага от уничтожения. Я взял самые топовые реликвии для анализа. А именно те, которые дают Амбидекстрию. При своем первоначальном проке. При условии, что они дропнуты. И к Тигелю вообще не прикасались с этими реликвиями. Они первоначально дают Амбидекстрию. Также я вбил такую вещь, что во втором тире талантов, во второй полосе Тигеля, они дают истязание слабых. Либо полностью универсальность при проке согласованности. Ну а третий прок Ледышка это плюс 1% к магии льда всего дамага. Ну и Мокрое Место это увеличение критического урона от уничтожения на 6% за каждую реликвию. С этого можно сделать вывод. То есть если сравнивать первый и третий в скриншоте. Ну первую и третью полосу и вторую и четвертую. То что... А что можно сделать? Вывод какой? То что Мокрое Место и холодный как лед, скажем так. На 10 тысяч лучше, чем холодный как лед. То есть критический дамаг от уничтожения дает суммарного ДПСа больше, чем 1% дамаги суммарно от льда. Если не верите, можете сами все это дело просчитать. Мне обманывать вас, но вообще, если честно, ни к чему касательно этого. Далее истязание слабых. Ну вот этот мечик. Он на полторы тысячи хуже. Не на полторы тысячи. Он хуже того таланта, который дает нам полторы тысячи универсальности при пробке согласованности. Внимание, на 600 урона почти вровень, на самом деле, идут. То есть это можно отследить по каким полосам. По третьей и четвертой. Разница при трех различиях прокачки второй полосы Тигеля суммарно всего лишь на 1800. 1800 делим на 3, 600. Вот и все. Касательно английских названий, различных реликвий, различных, скажем так, аксессуаров. Идем на вовхед, включаем русский язык. Пишем. Что такое написать-то интересное. Ну, к примеру, ОКО властности. Кликаем поиск. Нажимаем на предмет. Закрываем вторую вкладку, она ни к чему. И переводим в английский режим. Даже не нажимая, просто наведя на английский выбор языка, уже написано английское название данного аксессуара. I of command. Вот и все. Как-то так это дело выглядит. Надеюсь, что рассказал абсолютно все полностью. Что видосик будет вам полезен, так как вопросов касательно этого очень много. И надеюсь, я помог тем людям, которые ни разу не смотрели в это дело, ни разу не задавались вопросом, как оптимизировать свой персонаж касательно ДПС, касательно различных вещей, носят с собой по 30, по 40 вещей в сумке и не могут для себя решить, что же для них лучше. Касательно небольшой сводной информации, не забывайте про гильдию, которая называется «Берегите ноги». Вступайте в нее. Рейдики всякие совместные, интересные. Вам понравятся, как-никак. Контент, контент с вами, он еще интереснее, еще забавнее на самом деле, потому что иногда то, что вы творите в рейдах, это заслуживает отдельного разговора. Ну, не будем о грустном, ладно. Также не забывайте посещать ночные стримы, где я с гильдией, там разберемся. Рейдию, рейжу, занимаюсь ПВЕ прогрессом. Хотелось бы на самом деле во Фрасте попробовать, но в текущий момент я рад на самом деле, то, что я боссов келяю с ними в танки. Все-таки мне позволили делать это дело. Я делаю профессионально. Также ВК-группа «Красный текст», который висел в уголке все это время. Не забывайте о нем. Розыгрыши идут ежемесячно. Ну, там каждые 4-6 недель жетончик разыгрывается. А также надоедливая полоса, да, которая в центре слева. Я что-то не убрал при записи, только сейчас заметил. Ну, есть у меня задумка касательно микрофона. Не могу определиться с выбором. Если накидаете ссылки на какие-то классные микрофоны, даже дешевле, чем то число, которое я конечное поставил, то я буду только рад. И, конечно же, конечное число снизится. И все это дело будет воспроизведено намного раньше, и вы будете кайфовать от чистого, неизменчивого звука. Так, ютубик, ютубик, да, всякие там видосики полезные и прочее. Ну и все. Надеюсь, вы быстро переварите эту полезную информацию и воспроизведете ее в пользу для своего персонажа. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. До скорого. Продолжение следует...